И он тоненький, смотрите, какой он. Я строю. Ну и очень, да, и он не ржавый, он вороненый. Эту саблю Юрий Михайлович несколько лет назад привез из Саудовской Аравии. Иранский клинок и по сей день острый как бритва. Оружие самодельное, а значит уникальное, уверен коллекционер. Сегодня вместе с дочерью Яна Юрий Михайлов организовал в Мариинске свою выставку. Хвалится доход хоть и небольшой, зато всегда стабильный. У нас получается, что мастерская, мы делаем все сами, еще и предприниматель. То есть редко, когда предприниматели занимаются ремесленной деятельностью и как бы вступают в этот, как сказать, ИП-делу, да, оформляют. У нас получается, что я уже выиграла два гранта. Получается, культура и предпринимательство это может быть в наше время. Вместе с семьей Михайловых на первый в Кузбассе бизнес-форум съехались более трехсот предпринимателей. Это представители малого и среднего бизнеса, чиновники, ректоры вузов, в том числе и представители Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Уже в течение нескольких лет студенты Кемгуки устраивают собственные концерты, на которых еще и зарабатывают. Провести совместное такое вот большое мероприятие, которое мы проводим, как правило, на территории нашего кафедрального собора Знаменского. Это вот так называемая хоровая веча Сибири, когда все хоровые коллективы собираются и под руководством одного дирижера осуществляют вот такой проект, как совместное исполнение хорового или хоровых произведений. Как обеспечить своему делу развитие на год вперед, рассказал кузбассским предпринимателям бизнес-тренер из Минска Александр Паньков. Он считает, что сейчас в Кемеровской области нет конкуренции, а значит нет мотивации. Чтобы она появилась, тренер предлагает предпринимателям вырабатывать собственные уникальные модели ведения бизнеса. Краеугольный камень – это главная сердцевина любого бизнеса. Это бизнес-модель, правильная, эффективная бизнес-модель. И от ее эффективности зависит, насколько бизнес будет быстро развиваться, либо будет притормаживать. Это иногда приводит к тому, что бизнесы сворачивают, закрывают. Вот моя задача – показать основные связки, инструменты успешной бизнес-модели, и что необходимо сделать для того, чтобы эта модель была еще более успешной. Сергей Романов специально приехал в Мариинск из Новокузнецка. Он владелец собственного интернет-сайта. Бизнесмен уверен, сегодня именно медиапространство – непаханное поле для малого бизнеса. Мы знаем только о медийных личностях, узнаваемых людей, которые у нас телеканалом показывают. А о других людей, которым можно действительно восторгаться, которых можно чему-то поучиться, взять с них пример, мы о них толком ничего не знаем. И возникла такая мысль, что нужно рассказывать о таких людях. Сегодня у бизнесменов есть хорошая возможность заключить новые контракты, наработать новые связи. Но рубить с плеча никто не торопится, ведь осторожность в бизнесе – штука не лишняя, особенно в условиях. В результате на форуме были подписаны четыре соглашения между организацией малого и среднего бизнеса «Опора России», муниципалитетом и ректором Кемгуки. Теперь в течение пяти лет университет будет оказывать помощь и поддержку в развитии культурного бизнеса четырем районам Кемеровской области. Антон Овачев, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города. Новости моего города.